Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео я сегодня вам продемонстрирую очень крутую фишку в Reaper, которая значительно облегчит вам работу с автоматизацией. Давайте же посмотрим на нашу программу, в наш трек. Что такое автоматизация? Это какое-то выполнение действия, автоматическое выполнение действия. Например, мы хотим, чтобы громкость выезжала, потом опять уходила, например, чтобы бас выезжал из тишины, или какой-то эффект увеличивался, или панорама влево-вправо гуляла. Это все автоматизация. Вот смотрите, вот возьмем, например, трек с басом, нажмем соло, и, соответственно, смотрите, если я зажму кнопочку Trim, и вот здесь вот у нас есть Volume, то есть у нас будет автоматизация громкости. Актив, это значит, что автоматизация работает, она есть, и Visible, значит, что она, вот если я нажимаю Visible, она будет отображаться на треке. Вот смотрите, видите, я нажал Visible точечку, и у меня, соответственно, вот эти кривые все нарисовались. Ну, соответственно, если я выделю нашу вот эту автоматизацию, то есть изменение нашей громкости, нажму Shift, держу Shift, да, я могу вот эти точки ставить сам, да, и, соответственно, сам вот тут рисовать. Ну, мы сейчас не об этом. Смотрите, значит, и мы сегодня с вами, в чем смысл видео? Мы сегодня сделаем две кнопки в Reaper, запрограммируем два экшена, которые при нажатии вот одной кнопки убирают, скрывают все события, все автоматизации в треке, и вторая кнопка, которая показывает все автоматизации в треке. Это очень удобно, потому что их нет, во-первых, в Reaper по дефолту, и, к примеру, смотрите, вот если я нажму вот здесь Visible, и вот здесь вот есть кнопка Hide All, то есть я скрываю All, и, например, Show All, он показывает, есть такие кнопочки, но они будут действовать только для этого трека, понимаете? А если у меня, не знаю, 50 треков, и везде есть автоматизация, я хочу все посмотреть, например, сразу. Представляете, это мне надо каждый трек прокликивать, это неудобно, это долго, и не видно вообще в целом общей картины. Поэтому, вот смотрите, вот, кстати, еще, вот есть второй трек с синтами, я его тоже, допустим, нажму, Trim сюда, и нажму Visible, и у меня будет автоматизация также здесь, отображать, здесь тоже есть автоматизация, и здесь тоже я ее покажу, да, в басе. Вот, то есть, смотрите, если я нажму в Trim, и вот здесь вот Hit All, да, то есть только этот трек, этот трек у нас не затрагивается. Я хочу скрыть, например, всю автоматизацию, да, к примеру. Я создаю кнопочку, нажимаю, вот две кнопочки мы сегодня создадим. Первая показывает всю автоматизацию в проекте, вторая убирает всю автоматизацию. Кстати, вот этот бас, да, вот как он работает, давайте посмотрим автоматизацию, вот мы соло включаем, допустим, я показываю Visible, здесь как будто бы, видите, бас выезжает из какой-то вот тишины, из какого-то мрака, вот смотрите. Да, вот я сделал такой, здесь потом обрыв опять выезжает, то есть можно вот такие автоматические штуки делать. И, соответственно, смотрите, если я, скажем, зайду в Trim, опять уберу актив здесь кнопочку, точечку, то бас будет сразу, видите, как бы атака моментальная будет. Поэтому здесь вот, чтобы бас был плавно уезжал, используется вот эта автоматизация. Так, ладно, убираем все. Смотрите, как создать эти две кнопочки. Их нету, да, в Reaper изначально, но мы можем это запрограммировать, благо Reaper позволяет. Нажимаем правой кнопкой мыши по нашим панельке с иконочками. Customize Toolboard нажимаем. Вот здесь слева у нас столбик, здесь все, которые есть у нас кнопочки, вот они отображаются в виде списка. Значит, смотрите, нажимаем добавить add и в фильтре вводим, например, ну давайте show, так, тихо, show envelopes, да, показать наше огибающее или какие-то, да, огибающее, ну или там события огибающее. И здесь сразу нам показывает тип события огибающей envelope. И, соответственно, у нас есть две команды, которые нам нужны. Это hide all envelopes for all tracks, то есть скрыть все огибающие на всех треках. И show all envelopes for all tracks. Вот эти два экшена мы должны сделать в виде кнопочек. Они нам очень помогут в работе над музыкой. Ну, смотрите, опять же, сначала давайте показать. Show all envelopes. Обратите внимание, что здесь видите all tracks. Если я выберу вот этот show all, все огибающие для треков, то он у нас применит экшен только для активного трека. Она нам нужна для всего проекта. Поэтому выбираем all tracks. Нажимаем select. И сразу же появляется кнопочка, видите, show all. Но она не имеет иконочки. Давайте назначим иконку. Правой кнопкой мыши кликаем. И здесь фильтры опять же вводим. Ну, например, envelopes. И выбираем то, что нам похоже на то, что как будто показывает эти огибающие. Но мне нравится этот глаз. Зеленый глазик, как будто он показывает нам что-то. Вот я нажимаю apply, применяем. И вот у нас кнопочка появилась. Я ее нажимаю. Она у меня уже есть, потому что я ей пользуюсь. Очень важна для меня. Вот он мне показал всю автоматизацию в проекте. Собственно. И я прекрасно вижу. Но теперь мне надо скрыть ее. Представьте, если бы кнопочки скрыть не было, всю автоматизацию убрать, то мне каждый трек приходил здесь. Это долго. Это все вы что? Нет. Поэтому мы сделаем обратную команду. Добавить также. Здесь, ну, можем hide, скрыть, envelopes. Да, вот он мне сразу, допустим, показывает. Hide all envelopes for all track. Выбираем select. Также появляется иконка. То же самое абсолютно действие. Правая кнопка мыши. Envelopes. Что у нас показывает? Например, можно выбрать такую. Или вот крестик такую. Вот, кстати, крестик убрать. Тут delete как бы, да. Да, и вот есть такая еще. Delete remover. Ну, допустим, вот крестик уберем. Хотя красный глазик, может быть, было бы даже лучше. Я потом подумаю, может, переделаю. Вот. Все. И смотрите, у нас получилось две кнопки. Одна скрывает все события, все огибающие. А вторая всю вот эту нашу автоматизацию показывает. Очень удобно. Да, потому что если я зайду, опять же, вот какой-то трек в Trim Hide All, он у меня уберет, только активный трек. Все. У меня нет кнопки, я не могу все убрать. Например, мне надо все убрать. Если у меня там 20 треков, представляете, сколько вы потратите время. Поэтому эти две кнопки прям для меня очень важны. Думаю, вам тоже, может быть, это видео будет, эти фишки пригодятся в вашей работе и облегчат вам творческий путь. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Вот такое вот я решил снять видео, кратенько, по фишкам Рипера. Просто настолько мне эта программа прям нравится, настолько я получаю удовольствие, что решил поснимать такие небольшие видосы с фишками. Ну, посмотрим. Вдруг вам понравится, вы поставите лайки, прокомментируете. И если будет интересно, я продолжу. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Всем пока.